Когда вы, наверное, слышите слово нефть, вам, наверное, представляется что-то, там, какое-нибудь машинное масло, либо бензин, а когда слышите слово газ, то думаете об огреве жилья или, ну, о приготовлении пищи. На самом деле вы удивитесь, что буквально тысячи вещей производятся при помощи нефтехимической промышленности из нефти и газа. Это симпатические волокна, пластмасса, фармацевтическая промышленность, минеральное удобрение. На слайде вот представлены вещи, производство которых невозможно без нефти и газа. Вещи, которые мы используем в повседневной жизни. Вам бы было интересно узнать, как образовывается эта нефть, все-таки газ, там, под землей, из которой мы производим вещи, которыми пользуемся ежедневно. Наверное, вы слышали, что много-много миллионов лет назад, примерно где-то 300-400 миллионов лет назад, на земле был океан. Ну, в нем водились разные морские животные, скаты, моллюски, растения. Эти останки морских растений постепенно, как бы, и животных накапливались на дне океана. Со временем они перекрывались слоями ила и песка. Кстати, про песок и ил запомните, я вам его потом чуть попозже покажу, и вы увидите, что с ним происходит через 200-300 миллионов лет. И поймете, в чем все-таки содержится нефтегаз под землей. Так вот, этот процесс повторялся, миллионы, миллионы нет. Эти слои постепенно погружались под воду, и под действием вышележащих слоев большого давления, которое они создавали на эти пласты, которые погружались, в которых содержались эти останки, температура, которая исходила от земного ядра, эти останки приводились в нефтегаз. И сегодня мы будем скважины. Посепенно уровень Мирового океана спадал, и вот сегодня мы будем скважины сквозь вот эти уплотненные слои для того, чтобы в те самые места, где скапливались эти останки. Только уже через 200 миллионов лет там не живые останки, а нефтегаз. И когда мы будем, кстати, мы находим доказательства, скажем так, останки тех животных, растений, вот они у меня тоже здесь лежат, посмотрите, если хотите. Это вот различные аммониты, там парамениферы, вот такие моллюски. Вот. Можете потом подержать их в руках, им вот 200 миллионов лет. И это является доказательством того, или как бы молодежь сказала, пруфами, того, что существующая теория в нефтяной и газовой промышленности, которая нужна название органическая. Ну и со временем, как я сказал, все эти останки превратились уже в известные нам углеводороды. Спектр этих углеводородов различен. Вот здесь представлено по увеличению плотности слева направо это газ, потом это конденсат, который мы добываем, легкая нефть, тяжелая нефть, средняя нефть, тяжелая бетуминозная нефть и бетуминозные пески. Вообще спектр углеводородов, как я сказал, он достаточно различен. Различается их цветом, запахом. Это определяет вот здесь их гемические свойства. Вот у нас здесь представлена экспозиция углеводородов, которую добывали наши коллеги. Вы можете его посмотреть. В чем же все-таки содержится нефтегаз? Все думают, ну или многие думают, что под землей у нас там целые озера или моря с нефтью. На самом деле это не так. Нефтегаз содержится вот таких вот очень толких, в очень мелких пустотах, порох и трещинах, которые имеют размер человеческого голоса. Вот посмотрите сюда, здесь тоже можете потом подойти, пощупать, потрогать все это. Вот примерно это такие образцы, вот такие плотные, я вот дам, можно пощупать его. Держите. Толщина вот этих порт меньше человеческого голоса в несколько раз. Вот когда вы его нежите в руках, посмотрите, какой он плотный, насколько он плотный, и возникает ли у вас вопрос, как вообще оттуда можно что-то добывать? Как там может что-то содержаться? Если честно, когда я вот сам первый раз взял вот этот камень в руки, ну камень условно, геологи так не говорят, они называют это керном, либо образцами горных пород, у меня тоже возник такой вопрос, и я иногда до сих пор удивляюсь, как мы сможем это делать. Если вы хотите его знать, то для этого нам надо сначала понять, вообще как это выглядит под землей. Ну примерно вот так это выглядит в керне, но под землей мы наблюдаем вот такие месторождения. Вот я тоже передам, посмотрите, мы специально на 3D-принтере, вот здесь есть, я передам зал, мы распечатали модель нашего месторождения, это наши продуктивные пласты, залежи представлены вот такими вот пластами. Понятно, что они в более меньшем масштабе здесь, но в целом эти пласты принято разбивать по возрасту и глубине. Ну вот чем глубже пласты откладываются, вот сверху вниз, тем они старше. И вот возраст наших значимых отложений примерно 140 миллионов лет. Это морские отложения, они вот откладывались такими дельтами красивыми, видите, вот. И вот их надо находить при помощи сейсморазведки, ну и так далее. Эти пласты находятся на глубине 3,5 километра, и вот вес вышележащих пород на 3,5 километра давит на этот пласт, создавая в нем огромное пластовое давление. Примерно это 600 атмосфер. Для примера, чтобы вы поняли, что такое 600 атмосфер, это 87 тысяч человек, это вместимость стадиона Лужники. Должны стоять на площадке вот один квадратный метр, вот примерно на такой, чтобы уравновесить это давление, которое имеет у нас газ в пласте. Вот, ну если вы знаете, вот ради интереса давление в банке Кока-Колы примерно 3 атмосферы. Чтобы получить такое, надо сдать 200 с чем-то тысяч раз. Вот, примерно так это будет под землей. Надо эти 3,5 километров пробурить. Здесь вы видите фрагмент нашей модели, наш сфровод моряка нашего месторождения. Это вот то, с чего мы распечатывали эту модель, в которой там вот где-то ходят и смотрят ее ребята. Здесь представлено чередование песка, желтым цветом выделено, с глинистыми таким основанием. И черная толстая такая линия, это наша скважина, которая пробурена сквозь этот пласт. Пласт, видите, такой, достаточно небольшого размера, около 30 метров. Ну, представьте, вот с 3,5 километров надо попасть в определенную точку, чтобы ее пробурить. Но сложность заключается не только в этом, а в том, что для того, чтобы вот в таких локопородах, которые вы сейчас трогаете, газ начал двигаться на поверхность, нужно будет видеть как можно больше длинные скважины. Для того, чтобы вот эта площадь соприкосновения скважины с пластом была максимальная. Длина нашей скважины, вот ее профиль, если смотреть с самой поверхности, она 5800 метров. Это примерно по величине гора Эльбрус. А длина горизонтального участка 1400 метров. Они настолько глубокие, что мы вот спускаем такие шары при проведении операции, которые, я вам больше расскажу, называются шар ДРП, можете тоже его поддержать. Вот если мы его пустим в скважину, держите, то он будет примерно 30 секунд лететь до своего порта, чтобы выполнить свое техническое предназначение. Так вот, для того, чтобы были такие сложные скважи, надо попасть в определенную точку. Ну, помните, да, я говорил, что есть скопления, в которые надо пробурить. А представляете, бурить 5000 метров. Так вот, для того, чтобы это сделать, используют какие-то невообразимые технологии. Вот здесь представлено, это сложные системы контроля траектории скважины. Это делают наши буряки. Вот, по большому счету, это инструмент, комплекс приборов, который находится вот здесь. Он понимает, в каком месте пространства он находится. Вот этот конец скважины, или забой мы его еще называем, он может управляться во всех четырех плоскостях, влево, вправо, вниз, вверх. И, допустим, мы хотим куда-то попасть, мы его направляем и постепенно даем этот угол, и вот, так скажем, бурится в пространстве. Как вот, интересно же, да, как получают сигнал на поверхности. 5000 метров надо пройти этому сигналу, он передается по гидроканалу. Чтобы вы поняли примерно сложность, как пробурить такую скважину. Вот представьте, что у вас есть нитка толщиной с человеческий голос. И вам надо вот взять ее за один конец, ну не знаю, взять вот этот угол, и попасть вот другим концом этой нитки, в противоположный угол. Это намного сложнее, чем попасть той же самой ниткой в игольное ушко. Вот это очень сложный процесс, но, тем не менее, с применением таких современных технологий, наши буряки с этим справляются. Мало пробурить такие сложные скважины с таким длинным окончанием, 1400 метров, их надо еще порвать, мы называем, ну и сделать таких трещин. Вот, трещины, такой процесс получения трещин в скважинах мы называем ГРБ, или гидроразрыв пласта. А состав техники, который делает этот ГРБ, мы называем флотом ГРБ. Почему флотом? Потому что, ну, очень большой состав, 30-40 единиц техники, может быть, чуть меньше, чуть больше, не важно, но он очень большой. Процесс представляет из себя закачку под большим давлением мощными насосами вещества, которые мы называем в геологии пропант. Пропант – это вот такой мелкий керамический песок, посмотрите, тоже вот здесь есть, держите, отправьте, пусть люди тоже потрогают. Можете потрогать, даже себе отсыпать, если хотите. Создаются трещины, длина таких трещин достигает 600 метров под землей. Такие флота и бурения вообще на месторождении никогда не останавливаются. Ну, в очень редких случаях, какие-то там бывают осложнения технологические или еще что-то, но это очень редко. В основном такие флота и люди, главное, люди работают в таких крайне тяжелых условиях. Вообще в добыче нефти все удивительно на самом деле. Людям, как вы думаете, эта информация нужна? И для чего? С нефтью и газом связана практически вся наша повседневная жизнедеятельность. Все продукты, которые мы употребляем, даже некоторые в пищу, делаются из нефти и газа сейчас. Компьютеры, телефоны, нефтехимическая промышленность делает очень многое. Пластмассы, даже синтетические волокна, из которых мы носим наши одежды, тоже сделаны из нефти. Ну, и надо хотя бы в общих счетах представлять, как она добывается и что из себя представляет. Редактор субтитров А.Семкин